всем привет вы продолжаете присылать мне свои работы для критики и я еще раз приношу свои извинения что не могу всем помочь в индивидуальном порядке однако в своих видео я пытаюсь разрешить те проблемы которые как я вижу у вас возникают чаще всего самое первое что бросается в глаза на тех работах которые чаще всего мне присылают на критику это качество фото они размытые темные имеют искаженные цвета кроме того работа часто сфотографированы под таким углом который дает искажение перспективы что критиковать если толком ничего не видно это не имеет никакого отношения к технике вашего рисунка но может заметно испортить мнение о нем ощущение что человек относится к своей работе спустя рукава неаккуратная подача это очень большой минус всегда начале своего творческого пути я этим сама очень грешила так не знаю нужно ли напоминать но лист на котором вы рисуете не должен быть мятым на нем не должно быть 5 еды а листочки в клеточку выглядит несерьезно наверное вы уже догадались что сегодня я буду рассказывать о том как подготовить вашу работу для публикации в интернете это будет полезно не только начинающим художником которые выкладывают свои первые работы для критики но и более опытным которые уже готовят свое первое портфолио портфолио это самое главное это то как вы показываете себя заказчику если ваши работы поданы плохо это будет отдавать дилетантизм а вам напротив нужно убедить будущего заказчика что рисунок для вас не просто хобби а работ итак начнем с того как нам фотографировать все это я делаю именно фото сканер я считаю менее удобным вариантом потому что он имеет свои ограничения по размеру листа еще у меня есть такое ощущение что сканер съедает часть оттенков если работать цветная кроме того сканер есть не у всех в отличие от фотоаппаратов я думаю что вам не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат чтобы фотографировать свои работы качественно можно работать даже камеры смартфон современные телефоны делают очень качественные снимки на всякий случай напомню вам то что вы наверное так уже знаете когда вы фотографируете самый важный фактор это свет освещение идеальный свет это дневной притом такая более пасмурная погода когда небо равномерно затянуто облаками это обеспечивает интенсивный но мягкий свет работа не будет пересвечена и карандаш не будет бликовать самый сложный вариант это искусственное освещение очень часто она недостаточно поэтому появляется шум а еще искусственный свет очень сильно искажает цвета также советую вам вообще забыть про вспышку она вам не понадобится вы должны убедиться что ваша рука имеет надежную точку опоры момент фотографирования камера должна быть по возможности статично если у вас есть штатив и функция автоспуска на камере это вообще будет идеально автоспуск это когда камера фотографирует через заданное время после нажатия вами кнопки так вы полностью исключите возможность смазывания фото из-за того что ваша рука дрогнула в момент нажатия кнопки постарайтесь принять такое положение при котором не искажается перспектива вашего рисунка не фотографируйте слишком близко чтобы изображение не было выпукло камера по возможности должна быть направлена перпендикулярно плоскости рисунка но не переживайте если не получится идеально потому что это потом еще можно будет исправить я советую сделать сразу несколько фото и выбрать самое лучшее уже при просмотре на компьютере и теперь фото готово но на этом ваша работа только начинается желательно сделанную фотографию отредактировать я редактирую фотошопе но если у вас не установлена эта программа вы можете отредактировать свою работу в любом онлайн редакторе среди них есть очень простые и бесплатные самое главное но однако в какой бы программе вы не работали список действий все равно будет практически один и тот же открываем наше изображение и первое что мы делаем это поворачиваем его если она лежит на боку у нас обрезаем изображение точно по контуру с помощью инструмента кадрирования перспективы это не просто обрежется изображение все лишнее но и уберет искажение перспективы которые могли возникнуть при фотографировании если потребуется дополнительно обрезаем с помощью пункта размер холста в меню изображения так мы можем убирать самые мелкие погрешности по краям просто вбивать размер на несколько пикселей меньше если это делать вручную с помощью инструмента обрезать то можно захватить лишнего второй пункт делаем цветокоррекцию несмотря даже на удачное освещение изображение может быть желтоватым или голубоватым например то есть не сбалансированным по цветам чтобы это исправить я пользуюсь автоматической коррекции из параметров в меню уровне если нужно я также корректирую яркость контрастность экспозицию меню изображения коррекция третье делаем ватермарк надпись поверх вашей работы необходимо как защита ваших авторских прав я пишу надпись с помощью инструмента текст потом кликаю правой кнопкой мыши на слой с текстом и выбираю пункт растрировать текст а после добавляемой прозрачности двигая ползунок заливка в окне слои естественно предварительно выделив слои с текстом после чего нажимаю control е и слои сливаются и после этого картинку можно сохранять сливать слои нужно чтобы он сразу сохранился в нужном вам формате jpeg на самом деле я стараюсь не вдаваться в подробности всего я вам все равно рассказать не смогу но хочу вас натолкнуть на мысль о том что если вы занимаетесь творчеством то знание фотошопа существенно упростит вам жизнь вы не пожалеете если потратите свое время на курс по фотошопу причем сейчас уже не обязательно куда-то ходить платить за это деньги сейчас это все можно найти бесплатно скачать в интернете почему бы и нет конечно же можно обойтись и аватаном там все совсем просто разберется любой без всякой дополнительной подготовки вот это весь алгоритм действий которые я делаю чтобы подготовить свои работы если вы знаете более простые пути если вы делаете не так делайте лучше то я прошу вас высказывайтесь в комментариях мне это будет очень полезно когда я стала обдумывать эту тему я поняла то что у меня у самой нет устоявшегося алгоритма редактирования рисунков своих никогда не уделяла этому должного внимания хотя работаю уже довольно давно и пока я формировала всю эту информацию я решила полностью перезалить свою портфолио надеюсь что я хоть кому-то помогла всем огромное спасибо за внимание всем пока